Сегодня мы начинаем изучать вторую книгу Торы «Шмот, имена» или то, как это принято называть в русском переводе традиционном «Исход». Из этого названия русского понятно, что основная тема, по крайней мере, начальная тема книги – это «Исход из Египта». Имеет смысл резюмировать сначала первую часть Торы – «Хумаш Берешит» и переход ко второй части. Так, «Хумаш Берешит» – это книга о создании. «Сефира и Цира» – книга о создании мира, книга о создании человека. Книга, повествующая о создании еврейского народа. Таким образом, прежде всего, о появлении нового человека, который начинается с Авраама, и до тех пор, как от этого человека, от Авраама, происходит семья, семья превращается в клан, и вот этот вот самый клан, еще не народ, но уже клан, он оказывается в Египте. Это книга о создании, книга о сотворении. Вторая книга «Шмот» начинается со слов «Вот имена сыновей Израиля, предшедших в Египет, они пришли с Яковом, каждый со своим семейством». Так начинается все с перечисления сынов Якова, сыновей Израиля, которые пришли вместе с ним в Египет. Вопрос, который напрашивается здесь, все комментаторы его задают, он очевиден, ведь в конце книги «Берешит», когда описывается сам приход семейства Якова в Египет, там уже перечислены все эти имена. Зачем тогда перечислять их здесь, второй раз, в книге «Шмот». Эти книги «Шмот» не существуют отдельно, вот книги «Берешит», стало быть, поскольку в конце книги «Берешит» уже перечислены. Нет смысла. По крайней мере, информации никакой вроде бы это не несет. Харамбан в своем предисловии книги «Шмот», он затрагивает этот вопрос, правда, затрагивает он его вскользь, а в основном, как и полагается в предисловии, он определяет, каков главный предмет этой книги и каков принцип, по которому разделяются книги Торы, вот почему книга «Берешит» заканчивается там, где она заканчивается, и почему книга «Шмот» начинается с этого места и заканчивается в том месте, где она заканчивается, а именно в истории о построении мешкана, походного храма, который был сооружен в Синайской пустыне, и начала принесения в нём жертвоприношений. Какова здесь идея? Почему Хумаш-Шмот объединяет вот именно эти самые главы, это повествование, от прихода семейства Якова в Египет и до построения мешкана. Итак, бам-бам. После того, как книга о сотворении мира завершена, это первая книга «Берешит», начинается новое повествование о событиях, ставших воплощением тех исходных прообразов. Эта книга «Шмот. Имена» посвящена первому изгнанию. Это вот первая тема. Точнее, не первая тема, а, как говорит Рамбан, основная тема. Основная тема содержания этой книги – Галут. Изгнание. Которое было предречено Творцом и избавлению из этого изгнания. Это не то, что это дополнительная тема. Это просто две стороны одной медали. Там, где есть изгнание, там есть возвращение. Нет изгнания без возвращения. Что такое изгнание вообще? Понятие Галут. Понятие Галут – это означает, что человек или семья, или народ, кто бы то ни было, группа людей или отдельный человек, находятся в ненормальном для себя состоянии. Они не живут там, где они должны жить. Они не живут так, как они должны жить. Они не существуют так, как они должны существовать. Есть аномалия, есть ненормальность в их состоянии. Ненормальное состояние, оно потому и ненормальное, что оно временное и должно вернуться в норму. Потому что если это состояние, которое так останется навсегда, то оно из аномального, из ненормального, превращается в нормальное. Стало быть, То есть, если есть уже Галут, изгнание, к примеру, никто не скажет, что индоевропейские народы, они оказались в изгнании в странах Европы, потому что они покинули свои родные места где-то там в районе Индии или Сибири и так далее, и переселились в центральную, северную и западную Европу. Нет, поскольку они туда переселились всерьез и надолго, в общем-то навсегда, то это их нормальное место, для них это не Галут. Стало быть, Галут и возвращение, Галут и избавление – это тема этой книги, книги Шмот. Поэтому-то она начинается с имён тех, кто пришёл в Египет с прадцами Якова. Почему книга начинается с имён? И на фоне этого вопрос, который мы уже задали, а ведь имена-то эти уже перечислены, и информации-то не такой, по идее, перечисления имён нам не несёт, конечно. Но начинается она с имён тех, кто пришёл в Египет с прадцами Якова и указывается их число, несмотря на то, что об этом уже было сказано в предыдущей книге. Конечно. Почему же? Ведь именно их приход в Египет стал началом изгнания. Т.е. вот здесь вот находится веха. До сих пор, до того, как эти люди пришли в Египет, они были в их нормальном состоянии, будучи в Иеруси Исраэль, будучи в состоянии близости к Богу. Это нормальное состояние. То, что происходит сейчас, вот с того момента, как эти люди пересекли египетскую границу, с того момента, как эти люди появились на берегах Нива, начался Галут, Галут Мицраем, египетское изгнание. Ведь именно их приход в Египет стал началом изгнания. Это изгнание. Теперь Амбан подходит ко второму вопросу. А почему книга Шмот продолжается до построения Мишкана, до построения походного храма в Синай? Это изгнание не завершилось до тех пор, пока они не достигли своего места. Понятно. Изгнанник находится в изгнании, пока он не вернулся на место. Стало быть, и книга не завершается до тех пор, хотя вроде бы вышли из Египта. Т.е. почему Тора не ставит точку на выходе из Египта? Почему книга Шмот не кончается в конце недельного раздела «Бо», там, где описывается исход из Египта? Вышли из Египта, пришли в Синайскую пустыню. Но можно поставить точку. Начать новую книгу? Нет. Нет. Потому что пока они еще не достигли своего места и не поднялись до уровня своих прадцев. Во-первых, взгляд, немножко непонятно. Что Рамбан имеет здесь в виду под своим местом? Он имеет в виду, что они не вернулись в Эр-Цисраэль? Ну, так в конце книги Шмот они тоже не вернулись в Эр-Цисраэль? Да и в книге «Вейкра» об этом не слово. И в книге «Бумидбар» еще нет. И в книге «Дворим Тора». Возвращение в Эр-Цисраэль начинается уже после того, как завершен весь текст Тора. Его описывают уже в книге пророков, а именно книга Иушуа. Прежде всего, немножко книга Шофтин. Поэтому не очень понятно, как Рамбан объясняет то, что Хумаш Шимот, книга «Вторая Тора» заканчивается построением Мишкана, а не раньше и не позже, тем, что изгнание не кончилось до тех пор, пока не достигли своего места. Правда, Рамбан добавил здесь еще пару слов. «Пока не достигли своего места и не поднялись до уровня своих прадцев». То есть, изгнание же не только географическое, то, что покинули страну Израиля и оказались в Египте, оно еще означает ненормальное состояние. То есть, то, в каком состоянии были наши прадцы, вот к нему не вернулись до тех пор, пока не построили Мишкан в Синайской пустыне. Как? Смотрим дальше, Рамбан. И хотя покинув Египет, они уже вернулись, вырвались из дома рабства. Казалось бы, можно было сказать так, прадцы были свободными людьми, потом попали в рабство. Так как только вышли из рабства, вот и вернулись уже к состоянию своих отцов, вот на этом изгнание заканчивается. Нет. Тем не менее, они все еще считались изгнанниками, потому что они еще не достигли своей страны и находились в пустыне. Ну, но ведь в конце книги Шмот они пока еще в пустыне. «Но когда они пришли к горе Синай и построили шатер откровения, то есть Мишкан тот самый переносный храм, и Всевышний возвратился к ним, и его шхена, божественное присутствие опустилось на них, вот тогда они поднялись на уровень своих прадцев, которые поддерживали сокровенную связь с Творцом и были как бы его колесницей». То есть, что касается второй части, понятно. Вернуться к состоянию прадцев – это не просто вернуться к состоянию свободных людей, когда прекращается рабство, и потомки прадцев становятся свободными, это еще нет. Дело в том, что прадцы были не просто свободными, они были как бы колесницей Всевышнего в этом мире. То есть, та близость, та близость к Творцу мира, которая была у прадцев, она-то и была утрачена в Египте. В Египте не просто было рабство. В Египте была серьезная, серьезная деградация, потеря того уровня, на котором жили прадцы. Поэтому пока к нему не вернулись, то голод еще не закончился. Когда происходит это? Когда шхина приходит в еврейский народ, а это именно с сооружением храма, сооружением Мишкана, переносного храма, и тогда близость к Всевышнему возвращается. Это понятно, но все-таки Рамбан написал здесь еще пару слов, что голод, изгнание не заканчивается до тех пор, пока они не достигли своей страны. Ну так опять же вопрос возвращается. А книга Шмот, она заканчивается, когда еще находится в Синайской пустыне, в конце книги Шмот. Наши предки не стоят на берегу реки Орды и не собираются его форсировать. Что же сказать здесь? Сказать здесь, что страну, то, что говорит здесь Рамбан на стране, он имеет в виду только это метафорически, т.е. имеется в виду только возвращение на свое собственное место, а место здесь не в географическом смысле, а только духовное, т.е. возвращение на тот самый уровень, на котором жили предки в близости к Богу. С трудом это проходит, потому что Рамбан об этом говорит потом отдельно. Он говорит о месте, возвращении в свое место, а потом уже возвращение на уровень права. Может быть, можно сказать так, что то, что он подчеркнул, что когда пришли к горе Синай и построили шатер, что пришли к горе Синай. Ну и что пришли к горе Синай? Ну гора Синай, она где находится? Она находится в Синайском полуострове. Это не Ра Цисрая, не кое-моему. Да. Но когда у горы Синай был построен храм, то вот уже храм, будучи за пределами страны Израиля, статусом имени страны Израиля. И тому есть несколько доказательств. Ну, во-первых, известный Раби Уда Аливи формулирует принцип, по которому пророчество для евреев возможно только в стране Израиля, ни в каком другом месте невозможно. У них сразу же вопрос. Ну, очень здорово. А как Муше, Ааром, Мириам, которые были пророками, а как они пророчили, находясь в Синайском полуострове. Это значит, что лагерь еврейского народа, хотя был в Синае, он имел статус святой земли. Пожалуй, есть там еще одно доказательство. В Талмуде приводится изречение о том, как Раби Йоханам как-то сказал, когда ему сказали, что среди евреев, которые живут в Вавилоне, есть достаточно людей очень преклонного возраста, Раби Йоханам очень удивился. Он говорит, как же может быть так? «Для того, чтобы продлились ваши дни и дни на земле, о которой Бог клялся вашим отцам». Значит, ваши дни и дни ваших детей продлятся где? На земле, о которой Бог клялся вашим отцам. Стало быть, люди, которые живут за пределами страны Израиля, не должно быть, по идее, не должно быть среди них стариков, должны все играть молодыми. А Раби Йоханам сказали, не так, ничего подобного, сами видели, своими глазами. Остается фактом, в Вавилоне и за пределами страны Израиля есть евреи-старики, как же это может быть так? Потом Раби Йохан себе ответил, на самом деле понятно. Если эти люди приходят постоянно, рано утром приходят и поздно вечером уходят, приходят в бейт-кнессет, в бейт-метраж, приходят в дома учения, в дома молитвы, в синагоги, рано приходят и поздно оттуда уходят, тогда, очевидно, благодаря этому они и доживают до преклонного возраста. Ну а в чем ответ? Почему Раби Йохан это объяснение успокоило? Ведь если сначала ему помешало то, что в Торе-то написано, что продлятся дни только на земле, о которой Бог поклялся нашим прадцам. «А, как же так может быть, что в Вавилоне есть старики? Нестыковка?» Да, нестыковка. Раби Йохан успокоился, когда ему сказали, что эти люди ходят в синагогу. Ну и что? Ну и ходят они в синагогу. А, в том-то и штука. Синагога, она имеет статус, подобный статус Иерус Исраэля. Те, кто приходят в синагогу, те, кто приходят туда учиться, они как бы находятся в атмосфере Иерус Исраэля. Поэтому Раби Йохан успокоился. Ну, если так, тогда действительно, тогда обещание о том, что продлятся дни и дни ваших детей в земле, о которой Бог клялся, эта земля, она включает в себя и некоторые свои представительства, подобные тому, как любое государство имеет свои представительства, свои посольства и представительства и консультов в других странах, так известно, что по международному закону эти посольства, они являются суверенной территорией тех самых стран, кому они принадлежат, хотя находятся они физически и экографически совсем в других странах. То же самое и здесь. Есть такие посольства Святой Земли. Это Бет Медраж, это Бет Кнессет, это синагога, и Бет Медраж, куда ходят учиться. То они имеют некоторый статус эрцисраэля. Тогда, быть может, понятно, что говорит Рамбан, что в тот момент, когда построили храм, когда построили мешкан переносной, так, он был переносной, то любое место, куда этот мешкан отправлялся, он имел статус, похожий на статус эрцисраэля, тогда можно сказать, что, в общем-то, еврейский народ возвращается в свою страну. А уж тем более он возвращается к той самой духовной высоте, на которой жили предки, и тем самым происходит возвращение и ликвидация всех последствий Галута. С этого времени и наступило подлинное избавление из изгнания, то, что называется Геула. Вот поэтому эта книга и завершается рассказом о том, как после возведения мешкана его наполнила слава Божья, то есть шхина, близость к Богу, осуществились, реализовались именно там мешкан. Это мы прочитали вступление Рамбана к книге «Шмот», в котором он помимо того, что определил основную тему книги и обрисовал ее границы и объяснил, почему границы являются такими, по ходу дела Рамбан ответил и на вопрос, который мы задали в самом начале, а почему книга начинается с перечисления имен сыновей Израиля, когда они уже были перечислены в конце книги Боришита. Это именно для того, чтобы поставить там вверху приход этих людей из Израиля в Египет, он и ознаменовал собой начало Галута, начало изгнания. Теперь имеет смысл посмотреть, как другие комментаторы относились к тому же самому вопросу. Почему? Зачем? В какой цели перечисляются имена сынов Израиля? Раши пишет так. Вот имена сыновей Израиля, хотя Писание уже перечислило их поименно при жизни. Оно вновь перечислило их и после смерти, тем самым показывая, насколько они были дороги Всевышнему. То есть упоминание имени, оно вовсе не обязательно должно нести какую-то информацию. Человек может упоминать имя раз за разом, не для того, чтобы кого-то позвать, не для того, чтобы передать какую-то информацию, а просто для того, чтобы выразить свою симпатию к тому, кого имя, кого он называет. Точно так же здесь Всевышний вторично перечисляет имена сыновей Израиля, не для того, чтобы дать нам информацию о том, из кого состояло семейство Якова, а для того, чтобы выразить свою симпатию и ценность, просто симпатию о том, насколько эти люди были ценные. И Раша продолжает развивать эту мысль. Они здесь уподоблены звездам, которых он выводит и возвращает на прежнее место, метафорически здесь обрисовывается картина звездного неба, как будто бы Всевышний выводит звезды на небосвод, а потом утром их обратно собирает. Так вот, выводятся они не просто россыпью, а выводятся они по порядку. Все они программированы и, самое главное, у каждой звезды есть свое имя по счету и по именам. Откуда это Раша знает, что это так? Как сказано, это уже черным по белому сказано в псалме царя Давида. Тот, кто выводит их воинство, воинство имеется в виду воинство небесное, по счету, так, у Всевышнего все звездочки сосчитаны, всех их по имени называют. У каждой звезды есть свое имя. И упоминание имени этой звезды, оно не для того, чтобы мы не ошибились и не случайно не залетели на Кассиопе вместо нужной нам другой звезды. Речь идет совсем о другом. Т.е. наличие имени выражает именно ценность и важность, поскольку звезда – это серьезное небесное тело, поэтому у нее есть имя. Мы это знаем и в обыденной жизни. Когда к человеку относятся пренебрежительно, его называют по фамилии, либо чё как-нибудь. А если мы хотим к человеку обратиться с уважением, то мы обращаемся к ним по имени. Итак, рассуждение Раши таково. Почему, для чего Тора здесь упоминает еще раз имена сынов Израиля? Не для информации, а для того, чтобы подчеркнуть их важность и ценность. Подобно звездам? Ведь точно так же, как звезды, все упоминаются по именам, точно так же и сыны Израиля. Хорошо. И здесь вопрос напрашивается снова. А звезды почему должны иметь свои имена? И еще. На первый вопрос этот мы, в общем-то, ответим. Почему? Важность. Звезда – важное небесное тело. Но Раши здесь еще говорит, тем самым показывая, насколько они были дороги, важны Всевышнему. Показывая, кому Всевышний, перечисляя имена сыновей Израиля, хочет показать, что они важны. Ответ, наверное, может быть только один, им самим, кому же еще. Точно так же, если я обращаюсь к кому-то по имени, это не для того, чтобы кто-то другой услышал, так я его называю по имени, для того, чтобы он сам услышал, для того, чтобы он сам почувствовал, что я к нему отношусь с уважением, я его ценю, поэтому обращаюсь к нему по имени, а не по фамилии. Значит, то, что важно, чтобы еврей, отправляющийся в Египет, понимал свою ценность и свою важность, кто он такой. И это критически важно именно при переходе в Египет. Ведь, конечно же, попасть в Египет, это было непростым испытанием для первых евреев. Они должны были держаться там, не смешаться с местным населением, не пережить и культурные ассимиляции тоже, не начать им подражать. Когда человек, назовём его иммигрантом, приезжает в чужое место, то у него есть несколько возможностей своего поведения. Либо постараться расстаться со своей индивидуальностью и постараться слиться с местным населением, ассимилироваться, стирая все свои особые качества. Второе – это обособиться. И несмотря на то, что люди здесь живут так, жить точно так же, как жил раньше, ничего не меняет. А есть ещё две возможности посередине, обычно говоря, тут четырёх, как минимум, видах поведения иммигранта. Ну, по крайней мере, между этими двумя крайними возможностями, желанием слиться, ассимилироваться и желанием обособиться, не сливаясь никоим образом, есть ещё целый ряд возможностей. Но вот это вот эти самые крайние. Так вот здесь, когда человек способен, приехав в новую страну, оказавшись среди новых людей, когда он способен, когда у него есть душевные силы для вот такой вот полного обособления от окружающей его среды, когда он себя считает. Когда у него есть самооценка позитивная, он не чувствует себя, не только не чувствует себя ничем хуже людей, среди которых он живёт, этой новой для него обстановки. У него не должно быть никакого чувства неполноценности по отношению к ним. Наоборот. У него должно быть чувство самооценки, он должен чувствовать себя выше их. Не только что ничем не хуже, но, пожалуй, даже и выше. Поэтому здесь в Писании сообщается нам Израиль. Вы не просто так. Вы как воинство небесное, как звёзды в небе. И не случайно именно как звёзды в небе. Звёзды в небе когда видно? Ночью. Тьма. Для евреев переселение в Росисраиль было. Это ж голод. Тьма. Тьма, она сгущается, и в этой тьме нужно было оставаться сияющей звездой. И точно так же, как звезда не иссякает и не изменяется, и человек каждый день, глядя на звёздное небо, обнаруживает эту звезду на том же месте, и она сияет с той же самой силой, и она не меркнет и не блекнет точно так же. Ей нужно было не измениться. Ни в коем случае. Не поддаться влиянию. В этом была главная задача при приходе в Египет. Поэтому в самом начале сопровождается здесь этот караван, с которым прибивает семья Якова в Египет. Этим им посланием не забыть, кто вы. Вы звёзды. Возьмёмся ещё раз к тексту. Вот имена сыновей Израиля, пришедших в Египет. В принципе, можно было поставить двоеточие и перечислить их дальше. Он тоже здесь даёт ещё несколько слов. Они пришли с Якова. Понятно. Отец, он, отец семейства. Они пришли все с ним. И не совсем так. Каждый со своим семейством. То есть каждый из его сыновей пришёл не просто как сын Якова. Он с одной стороны сын Якова, а с другой стороны он сам уже отец семейства. И его семейство в миниатюре повторяет семейство Якова. То есть большой-большой клан, он складывается из семейных ячеек, но они не распадаются, они сохраняют общую структуру и общее единство. Вот это вот, это замечает этот факт, замечает здесь комментарий Авшимстера и Легерша. Вот что он пишет. Вторая книга посвящена истории евреев как нации. Он тоже не может пропускаться здесь в предисловии, как Рамбан, только смотрит с другого угла зрения. Если первая книга, книга Бериши, это книга, которая поисшествует о евреях как о личностях. В фокусе оказывается личность Авраама, личность Сары, личность Цхака, личность Якова, его жён, его сыновей, Йосефа. Личность – это книга о людях, книга о том, как быть человеком. Как это называют в своём предисловии книги Бериши, а нациф – это Сефира и Шар, книга о том, как быть прямым, как быть настоящим человеком. Это предисловие, по сути дела, как заповеди Мтура. То вторая книга, она уже, её ракурс другой. В фокусе оказываются не отдельные личности, а в фокусе оказывается еврейский народ. Вторая книга посвящена истории евреев, не как отдельных людей, а как нации. Рассказ о жизни отдельных личностей и семей. В книге Бериши уже был некоторый переход. Были отдельные личности, а потом, после Якова, в фокусе книги оказалась уже семья и динамика событий и отношений, которые происходят в семье. «Человек», «Семья», а здесь уже в книге «Шмот» переходит в предислование об истории народа. И нам напоминают именно те, кто по праву считается столпом еврейской национальной общности. То есть и здесь Иравирш тоже касается того самого вопроса, с которого все начинают, почему в очередной раз упоминаются эти семена. Да потому что это именно те, кто стали столпами на эти столпах и строится еврейский народ, еврейская общность. И эти такие люди, кто эти столпы? Каждый из которых сам по себе является личностью, с одной стороны, и основой еврейской нации. Они пришли с Яковом. Каждый со своим семейством. Каждый из них уже тогда имел свою семью. Ну и все, они все объединялись вокруг Якова, который был центром этой общности. Все вместе они составляли одно могучее древо. Но каждый был отдельной ветвью. То есть это не просто сборище отдельных людей. Каждый из них, подобно тому, как есть у дерева ствол, есть у него корень, есть у него ствол, есть ветки. Так вот каждый из них был уже сам по себе ветвью. А ветвь эта уже разделилась на множество маленьких ветвей и сучков. Стержнем собственной семьи. Все они дети Якова, но у них уже есть свои собственные дети. Вот этот вот семейный дух, который пронизывает все от начала до конца, который воодушевляет каждого сына на создание собственного дома. И сын, создавая свой собственный дом, он копирует дом своих родителей, дом своего отца, повторяет его и переносит его дальше во времени, как ветки дома отцовского. То есть сын рассматривает свою семью не то, что история начинается с него, он рассматривает свою семью как ветвь отцовского дома. И который дает возможность каждому отцу продолжаться в своих детях и детях детей, устанавливая тесную неразрывную связь по вертикали, соединяющую родителей с детьми, а детей с родителями. Вот этот дух является источником вечного процветания Израиля. То есть тайна живучести еврейского народа, тайна его силы, потому что он проходит через одно и за другим многочисленные испытания и выходит из них всегда победителем, его тайна вот именно здесь находится, в этой необыкновенно крепкой связи семей. Когда каждое поколение обязательно создаёт свои семьи и создаёт свои семьи именно как продолжение семьи своих родителей. Всех душ, произошедших от Якова, было 70. 70 человек всего потомков Якова. Включает это и его сыновей, и его внуков. Дальше сказано, а Иосеф был уже в Египте. Что это значит? Если сначала говорится, что всех душ, произошедших от Якова, было 70, а Иосеф был уже в Египте. Значит ли это, что Иосеф и два его сына должны прибавиться к числу 70 и тогда всё семейство вместе составляет 73 человек? Нет. Если внимательно посмотреть главы книги Брешит, которые повествуют о приходе и посчитать там конкретно всех-всех-всех перечисленных, там получается, что Иосеф и его сыновья входят в число 70 душ. Там проблема другая. Найти 70 душу, потому что сколько ни считай, там получается их всего-то 69. Но это уже совершенно другой вопрос. Кто был 70? Понятно, что в числе этих 70 и Иосеф и его сыновья. Тогда почему Тора располагает это именно таким образом? Всех душ, произошедших от Якова, было 70, а Иосеф был уже в Египте. Так он уже был упомянут среди 70. Раши, а Иосеф был в Египте, но ведь он и его сыновья уже входили в число 70. О чём же нам тогда говорит вот это вот дополнительное указание, которое сказано здесь, что Иосеф был в Египте? Разве мы не знаем, что он был в Египте? Сколько глав Тора посвящено в книге Береши тому, как он жил в Египте, что с ним там произошло? Но это имеет своей целью сообщить о праведности Иосефа. То есть это только подчёркивается снова, не информация. С точки зрения информации мы уже знаем, кто он был в Египте. И мы уже знаем, кто. Но только посмотрите, что это Иосеф, это тот же самый Иосеф, который пас овец своего отца. И это Иосеф, который оказался в Египте сначала рабом, потом головокруглительный взлёт карьеры и стал правителем, почти царём. И всё равно он устоял своей праведности. То есть он был и остался праведным человеком, несмотря на все испытания. И испытания мучениями рабства, и испытания взлётом, невероятным совершенно невероятным взлётом и фантастической карьерой, это тот же самый Иосеф, тот же с точки зрения человеческой, с точки зрения личности, души, поведения и восприятия праведности, это тот же самый человек на протяжении всей своей жизни, от того времени, когда он пас ещё овец у своего отца и был младшим из братьев, и до того, как он становится почти царём, властителем колоссальной и колоссальной державы. То есть как вот пришли евреи, евреи настоящие, аутентичные, как сегодня скажут, евреи, которые пришли со своими стадами из земли Кнаанской, пришли в Египет, а Иосеф был совсем-совсем уже в другом виде. Он уже жил в роскошном дворце правителя Египта. Он был такой же, как они, он был такой же еврей, как они. В этом только подчёркивается его праведность. Следующая фраза. А сыны Израиль расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля. И размножились. Слово, которое упомянуто в Туре буквально, вои шрицу. Вои шрицу, а слово шрицу означает буквально воскишели. То есть так их было много, но был очень большой прирост населения. Понятно. Но всё-таки о людях, даже о тех, кто размножается очень сильно, у которых большой прирост населения, сказать слово вои шрицу. То есть они воскишели, как говорят про насекомых, что они кишат. Это очень странно. Почему такое? Как это понять? Наши мудрецы говорят. А это для того, чтобы подчеркнуть, насколько сильное было размножение. И рожи здесь приводят. То есть так они неудержимо размножались, что рожали сразу шестерых шиша бекера сиха. То есть одни роды, шесть близнецов. Прежде всего, каждый, кто читает эти сушки, немножко как-то много. И какой бы ни был прирост населения. Не знаю, ни сегодня страны с очень большим приростом населения. Но как-то когда рождается тройня, уже тройня. Это уже много. Четыре. Пять. Все рожали шесть. Ну, может быть. С одной стороны, если посмотреть внимательно-внимательно текстуры в разных навыках, то получается следующая картина. В Египте еврейский налог пробыл 210 лет всего. Вот от того момента, как семейство Яков пришло в Египет и до исхода 210 лет. Пришло 70 человек. А сколько вышло? Тора почитала. Довольно точно. Правда, почитала она только количество мужчин. И мужчин, как они называются, юцейцавати, которые выходили в армию. То есть, от 20 лет и старше. Вот таких вот мужчин, старше 20-летнего возраста, Тора насчитывает 600 тысяч человек. Если есть 600 тысяч человек, то, скорее всего, как минимум, должно было быть 600 тысяч человек мужчин. Как минимум, должно быть 600 тысяч женщин тоже. Потому что обычно рождаются 50 на 50 мужчин и женщин. Ну, это же только старше 60 лет. А нужно прибавить сюда еще детей от нуля до 20. Таким образом, понятно, что весь еврейский народ, который вышел из финайской пустыни, должен был насчитывать где-то около 2,5 миллионов человек. А почему 2,5, а не 3? А почему не 2? Приблизительно. По некоторым демографическим моделям существующим представляется нормальным где-то вот это число 2,5 миллиона человек. Хорошо. А дальше в Торе есть еще одно место, в котором рассказывается о выкупе первенцев. Так вот, первенцев, а первенцем по Торе считается человек, который родился, сын, который первым родился у матери, именно сын. Он первенец. Так вот, первенцев всего оказалось в еврейском народе 22 тысячи человек. Поскольку, опять же, мальчиков и девочек, как раз, рождается одинаковое количество, это значит, что семейств вот таких вот было всего лишь 44 тысячи. Если в народе, в котором 2,5 миллиона оказывается всего лишь 44 тысячи семей, то это значит, что каждая семья насчитывала где-то по 57 человек. Такое было семейство. Ну, а дальше получается все просто. В среднем, женщина нормальная, здоровая, хорошо живущая женщина, сколько раз рожают? Рожают. Больше десяти раз это редко случается. Есть. Есть женщины, которые рождают и по 12, и по 13. У меня есть соседка, которая 17 раз рожала. Ну, это редкость. Так их пальцем показывают. О! А 10 – это нормально, да. Для тех, кто не пользуется средствами противозачаточными и так далее, вполне нормально рожать 10 раз. Стало быть, если семейство было где-то 57 человек в среднем и разделить это на 10 родов, то так и получается. Где-то 6 за одни роды. 6 человек вроде так математически у нас получилось. Проблема же здесь другая, а именно откуда Раши взял вот эти вот утверждения Шишабе, Керес и Харь, что рождались сразу шестерых? В любом издании Раши, в скобочках, будет написано его источник – Медраж Танхума. Но если мы откроем Медраж Танхума, то выяснится, что по поводу шестерых, которые рождались – это только первое мнение. А там есть другое мнение. Второе мнение – это 60. Третье мнение – 600. Здесь уже как-то становится… Даже сельди в бочке – 60, сардин в коробке – как-то трудно. Какого же размера должны были быть новорожденные человечки, чтобы родиться 60 в одной утробе? Здесь я хотел бы обратиться к моралю исправни. Мораль… Дело в том, что вообще в колоссальной литературе, касающейся устной торы, в основном мы находим среди комментаторов и решений, и охруений больше 99% их писали о аллахической части устной торы Талмуда. Комментариев на Агадот, на Медражим, которые занимаются именно этой частью торы, в которой нет никаких законов, нет аллахи. А речь здесь идет либо о повествованиях торы, либо о мировоззренческих вопросах, их очень-очень мало. Очень мало. Вопрос попросту почти не разработан. Одним из немногих авторов, которые писали о Агадот, был именно Моралис Праги. В основном он концентрировал свое внимание именно на Агадот вот таких вот малопонятных. То есть понятно. Что нужно комментировать? То, что непонятно. То, что вроде как-то понятно, и можно так попросту понять, а собственно комментировать, наверное, и не надо. Но вот Агадот такого типа, типа того, что говорит здесь Медраж, что рождались по шесть, а есть те, которые говорят по шестьдесят, из которых говорят по шестьсот. Вот здесь вот, конечно, это становится вопрос вопиющий, и мораль на нем останавливается. В одной из своих книг, это книга Гвурот Ашем, книга, которая посвящена целиком и полностью исходу из Египта, которую он исследует стих за стихом в начале книги Шмот и Медражим Медражим, наших мудрецов, предания Зусной Торы, которые записаны в Талмуде и Медражах, следуют очень-очень подробно. И останавливается он там и вот на этом Медраше, который говорит о невероятном росте невероятного населения. Очевидно, что рост населения был фантастический. Это же понятно. Если за двести десять лет семейство, насчитывавшее семьдесят человек, превращается в структуру, в которой только шестьсот тысяч мужчин старше двадцати лет, то есть речь идёт где-то от двух, двух с половиной и трёх миллионах людей, понятно, что прирост населения колоссальный. Да, колоссальный, из ряда вон выходящий, очевидно. Но когда мудрецы спорят между собой о том, а сколько рождалось за один раз, шесть или шестьдесят или шестьсот, мудрецы не спорят о том, сколько в роддоме номер два в Египте, набережные Нилы и так далее, сколько там формуляров заполняли при родах. Они не занимаются переписью населения и спорок совсем нету. А о чём здесь спор? Спор говорит, мораль здесь, о той силе духовной по своему характеру, которая приводила к такому росту населения. Ведь любое физическое явление, за ним стоит определённый, у любого физического объекта есть его духовный корень. У любого физического явления есть тоже духовный его корень. Вот перед нами явление конкретное, взрыва просто невероятного прироста населения, который произошёл за эти двести десять лет пребывания евреев в Египте. За ним есть его определённый духовный корень. Какой? Прежде всего, это желание Всевышнего, чтобы еврейский народ превратился из семьи в народ. Да. Затем эта сила ещё и увеличивается. Это мы учим из того, что сказано в дальнейшем. В дальнейшем мы учим, что когда фараон выразил свою озабоченность таким вот невероятным ростом еврейского населения и начал думать о мерах, помощью которых он может ограничить этот прирост, то в качестве одной из мер он решил остановиться на их порабощении и угнетении, что, в общем-то, была достаточно здравая мысль. Это мы знаем сегодня. Демографы нам говорят, что большой прирост населения наблюдается именно тогда, когда условия жизни людей улучшаются, когда у людей есть больше хлеба, больше мяса, им теплее жить и меньше угнетения. Не рождаются больше детей, это факт. Это факт. Так, стало быть, если фараон хотел ограничить рождаемость евреев, ограничить прирост населения, то вполне логично было с его стороны предложить именно начать закручивать гайки, начать их угнетать, начать их порабощать. Тогда это приведёт к сокращению численности. Но получилось наоборот. Как сказано там. Но чем больше его притесняли, тем больше он умножался и разрастался. То есть, произошла здесь вещь совершенно нелогичная. Вещь, которая, в общем-то, уже выходит за рамки того, что нам понятно, как природа. И это уже явное чудо. Чем больше угнетали, тем больше он разрастался. Причём фраза эта в русском переводе она выглядит так, а в оригинале, как там сказано, он таки да умножался, он таки да разрастался. Так? Таки да. Что это означает? Вряд наши мудрецы, египтяне во главе с фараоном, они думали о том, как бы сделать так, чтобы еврейский народ не разрастался и не умножался. А в ответ на это Всевышний говорит с точностью да наоборот, он таки да будет разрастаться и он таки да будет умножаться. То есть, вот здесь вот эта сила размножения, вот это таки да слова Всевышнего, что он да будет размножаться и да будет умножаться и да будет он разрастаться. Вот это вот колоссальная духовная сила. Вот о ней-то и спорят мудрецы. Её они измеряют. Какой она была силой? Была ли она силой такой, чтобы рожать шесть за один раз или шестьдесят или даже, может быть, шестьсот? А в реальности сколько получалось? Это мудрецов не интересует, потому что реальная физическая действительность, она всегда ограничена. Что такое физическая действительность? Она материальная, то есть, а ведь основное свойство всех материальных тел и вообще всей материи как таковой, это именно её ограниченность. Всё, что существует в материальном мире имеет свои границы, имеет свои пределы, от сих до сих. Пределы границы во времени, пределы границы в пространстве. В материи всё ограничено. Стало бы, если в результате того, что такая сила духовная, приводившая к невероятному росту еврейского населения, которая могла... Что если сила этой была на то, чтобы можно было бы рожать и 60 в одном чреве, если бы оно только было достаточно для того, чтобы там уместились 60, таким оно было. А то, что физически 60 не уменьшается. То, что физически было меньше, только оно было меньше. Сейчас сколько рождал? Да неважно, сколько. Духовная сила была на 60. Вопрос задаёт мораль. А зачем нужно было измерять эту духовную силу, когда всё равно реально-то рождалось меньше? Ответ его и то, что говорили мудрецы, что рождалось по 6 или по 60 в одном чреве. Понимаем мы так. Возьмём современный пример. Если есть автобус, автобус едет по междугороднему шоссе со скоростью 90 км в час. А на больше он не потянет? А может из-за того, что в нём сидит 50-55 человек, ему теперь тяжело ехать? Нет. Двигатель у него невероятно мощный. А чего же он ездит только 90 км в час? А у него стоит ограничитель скорости. Нельзя людям, которые называются водители автобусов, следать им баранку и не дать им ограничения скорости, то в пропасть улетят. Нельзя им давать, но есть ограничения скорости. Значит ли это, что мы можем сказать о моторе, что его мощность тянет всего лишь на 90 км в час? Нет. Мощность у него колоссальная. Но есть ограничения. И вся эта колоссальная энергия, которую он способен вырабатывать, она не проявляется, потому что есть ограничения. То же самое и здесь. Мудрецы наши говорят о колоссальной вот этой самой энергии, энергии слова не хорошее, колоссальной духовной силе, которая приводила к такому росту населения. И она была необходима для того, чтобы привести к очень большому приросту. Для того, чтобы прорвать эти обычные рамки, рамки обычного, нужна колоссальная сила. Но то, что всё равно эта сила не полностью проявлялась, и то, что рождалось не по 60 и не по 600 человек за один раз, это само собой, потому что сколько бы не прорывались рамки материальных ограничений, все ограничения прорвать невозможно. Понятно, что даже если будут рождаться по 4, по 5, по 6 человек за один раз, это тоже очень и очень-очень много. Это тоже невероятно много. Это приводит к совершенно фантастическому неудержимому росту населения. Да. Но это не значит, что рождалось и по 60, как говорят, или не по 600, потому что это просто ограничения физические. Но это не меняет дело. Точно так же, как если сегодня человек, если сегодня какая-нибудь женщина родит человека, у которого будет 4 пальца на руке, а другая женщина родит ребёнка, у которого будет 6 пальцев на руке. Ну, скажем ли мы, что здесь произошло, что она родила, как там это было у Пушкина, ничего-то, а неведомую зверюшку, нет, почему неведомую зверюшку. Ну, как же так, а всего 4 пальца. Ну, это тоже человек. Кого она родила? Человека она родила, ребёнка она родила. Только у одного ребёнка нормальный ребёнок – это 5 пальцев на руке, а у этого 4 немножко не хватает, а у этого чуть больше – 6. Вот это он не перестаёт быть ребёнком. Точно так и здесь. Сила эта была, по мнению первому, на 6 человек, по второму мнению на 60 человек, по третьему мнению даже на 600 человек, а то, что в реальности получалось меньше, так это не важно. Это всё равно сила, она от этого меньше не остановится. И ещё два слова здесь в конце этого стиха мы объясним. «Итак сыны Израиля расплодились и размножились, и возросли и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля». Первое объяснение простое, что в тот момент, когда есть такой прирост населения, так они живут скучно, земля ими наполняется. Другое возможное объяснение, и оно подтверждается повествованием в дальнейшем, что несмотря на то, что Йосеф, когда он просил у фараона разрешения поселить свою семью в Египте, он очень пёкся о том, чтобы поселить их в земле Гушен, то есть вдали от центров, в которых жили египтяне, вдали от коренного населения. А коренное население Египта жило по берегам реки Нил, наиболее подородные области, то Йосеф постарался подальше, подальше, подальше. То есть он заботился о том, чтобы была такая вот добровольная черта оседлости для евреев, и чтобы они не смешивались с коренным населением. Но вот в результате такого колоссального прироста населения план этот сейчас не совсем этот, то есть в Атимале, Арыцутам, земля наполняется, или евреи начинают слиться среди местного населения. Третье объяснение, оно вот какое. Если бы речь шла именно о том, что евреи наполняют всю страну, весь Египет, то в оригинале нужно было бы сказать ватитмале хаарец ба хем, имми наполнилась земля, а сказано в оригинале не так, ватимале хаарец оттам, поэтому если бы я буквально переводил эту фразу, нужно было ее переводить так, и наполнила их земля. То есть два процесса идут параллельно. Земля наполняется евреями, потому что они выходят из черты оседлости и начинают селиться среди коренного населения. И второй процесс, почти неизбежный, который идет в этом случае. Почти. Я скажу, что он неизбежный, но в общем-то довольно ожидаемый, что земля наполняет их евреев. Иными словами, начинается культурная ассимиляция. Евреи начинают приближаться к коренному населению страны. То, чего боялся Иосиф, то оно и происходит. Расселяя среди местного населения, евреи начинают копировать их образ жизни. То есть вот из тех двух моделей жизни эмигрантов, о которой мы говорили, модель, двух крайних моделей, не говоря о том, что посередине, крайняя модель обособления с одной стороны и ассимиляции с другой стороны, евреи начинают, начали с полного обособления, это то, чего хотел Иосиф, и то, что ему временно удалось, когда жили в Бельте и Нила. Но сейчас в результате колоссального роста населения масса евреев переходит уже и начинает расселяться в центре страны по берегам Нила. И здесь начинается неполная, но некоторая, по крайней мере, культурная ассимиляция, то есть начинается подражание образу жизни египтян. Может быть, этим и объясняется то, что Тора пользуется таким ужасным выражением по отношению к евреям, что их воишрицу, то есть их воскишело, так говорят о насекомых, по отношению к которым, когда мы видим вот это вот кишение насекомых, то человек обычно испытывает при этом неприятные ощущения, иногда даже отвращение. Это значит, что евреи начали копировать образ жизни египтян, тем самым теряя свою прежнюю высоту. Вот здесь-то уже Галут начинает быть настоящим Галутом, когда уходят от образа жизни отцов и принимают образ жизни местного населения. Вот это первые фразы, с которых начинается книга Шмот, фразы, с которых начинается и египетский Галут, египетское рабство. В дальнейшем Тора описывает и следующие шаги медленного вползания уже в настоящее рабство и угнетение. Но это уже на следующем уроке.